Лучшей игрой выставки Gamescom 2015 был признан сетевой экшен Star Wars Battlefront. Жюри сошлось во мнении, что это как в целом лучший проект, продемонстрированный на мероприятии, так и лучшая игра для PlayStation 4 и компьютеров, и лучшая многопользовательская игра. Кроме того, новое творение DICE получило приз зрительских симпатий. Лучшей игрой для Xbox One при этом была признана Metal Gear Solid V The Phantom Pain, которая, впрочем, выходит на всех актуальных платформах. Случится это уже первого сентября. Видимо, жюри считает, что на Xbox One она играется лучше всего. Также MGS5 заслужила звание лучшего экшена выставки. Лучшей ролёвкой стала Dark Souls 3, а лучшим гоночным симулятором, ожидаемо, Forza 6. Приз лучшей стратегии достался, что странно, игре Unravel, которая делается шведской студией Coldwood Interactive при поддержке Electronic Arts. Понятно, что в стратегиях сейчас без рыбья, но на выставке была как минимум N0 2205 немецкого же производства, а Unravel вообще не стратегия, а, вполне очевидно, платформер с решениями головоломок. Ещё любопытно, что ни одной награды не получила Fallout 4, хотя на E3 именно она была признана лучшей игрой выставки, лучшей RPG и лучшей игрой для PC. Между тем, пока Bethesda активно доделывает четвёртый Fallout, фанаты уже с нетерпением ждут новостей о шестой игре во вселенной The Elder Scrolls. Однако рассчитывать на то, что студия её выпустит в ближайшие пару лет, не стоит. Хоть Skyrim вышел четыре года назад, и многие считают, что пора бы уже потихоньку выкатывать продолжение и делать анонс, но команда, видимо, все эти годы шестую The Elder Scrolls не делала. То есть подготовительные работы определённо велись и ведутся, но в активную стадию проект перейти не мог, по причине банальной загруженности компании. Как минимум, огромное количество ресурсов было пущено на Fallout 4. Ей занимается вся команда разработчиков серии The Elder Scrolls. Помимо Fallout'а, часть сил уходит на карточную онлайн-игру The Elder Scrolls Legends, а также специалисты Bethesda помогают в создании Doom, Battle Cry и Dishonored 2. С учётом всего этого, времени на такую громадную игру, как The Elder Scrolls 6, просто не остаётся при всём желании. Как говорит маркетинговый директор Bethesda Пит Хайнс, анонс The Elder Scrolls 6 не состоится ещё долго. По крайней мере, в среднесрочных перспективах его нет. Релиз, похоже, есть смысл ожидать никак не раньше 2018 года. Nokia в скором времени вернётся на рынок смартфонов. В 2013-м, если вы забыли, бывшую национальную гордость Финляндии, мобильное отделение Nokia с потрохами выкупила компания Microsoft, заплатив более 7 миллиардов долларов. Вынужденные бороться с банкротством руководители Nokia тогда подписали договор с одним важным условием — Microsoft запретила финской компании выпускать смартфоны до 2016 года. Nokia последние годы пыталась кое-как отыскать своё давно потерянное место на рынке, запустила в продажу планшет Nokia N1, а также недавно представила камеру для съёмки панорамного видео Nokia OZO. Но хороша она всегда была только в мобильных телефонах и смартфонах, и уже скоро компания снова сможет побороться за место под солнцем на привычной для себя территории. Генеральный директор Nokia Раджив Сури активно готовит корпорацию к возвращению на рынок смартфонов, которые теперь, конечно же, не будут работать под Windows Phone, как раньше — компанию интересует только Android. Вопрос только один — понимает ли Nokia потребности современного пользователя и сможет ли, спустя столько лет бездействия, выпустить что-то актуальное и нужное. Или же будет завоёвывать покупателей исключительно громким брендам. Между тем ищет своё место на рынке смартфонов и сама Google. И если Apple выпускает самые дорогие мобильники, то поисковый гигант, напротив, пытается удовлетворить потребности потребителей, которые не хотят платить за смартфон большие деньги. Google как-то уже запускала программу бюджетных смартфонов и продавала свои гаджеты всего за 100 долларов. Однако этот опыт особых успехов не принёс, спрос был очень низким. «Ну, видимо, дороговато», — подумали директора Google, и теперь собираются запустить на рынок смартфоны, которые стоят вдвое дешевле — всего около 50 баксов. Будут вроде как даже модели долларов за 30-40. Первые такие гаджеты поступят в продажу на территории Индии. Правда, пока не объявлено главное — насколько технологичной будет их начинка. Похоже, работа над новым фильмом по вселенной Mortal Kombat сдвинулась с мёртвой точки. Студия New Line Cinema после продолжительного бездействия наняла продюсера для картины. Им стал Джеймс Ван, работавший на этой же позиции, что характерно, над не менее кровавой серией «Пила». Он же, собственно, и снял самую первую часть одного из самых ярких триллеров, а сейчас параллельно работает над «Пилой 8». Похоже, Mortal Kombat, которую трудно представить без мяса и вываливающихся наружу внутренностей, в надёжных руках. Что касается режиссёра, то New Line Cinema до сих пор в поисках. Как-то появлялась информация, что им может стать Кевин Танчеруэн, который отснял для машинема.ком неплохой веб-сериал Mortal Kombat Legacy, но в итоге он отказался, объяснив это тем, что устал работать над этой вселенной. 11 августа 1906 года в Англии впервые было запатентовано звуковое кино. Впрочем, хоть о живом звуке при просмотре фильмов, мечтали ещё почти с момента зарождения этого инновационного вида развлечения, смотреть ленты, где можно было услышать голоса актёров, люди смогли лишь с 1927 года. Именно тогда состоялась премьера фильма «Певец джаза» от Warner Bros. Зрители остались в полном восторге от картины с участием Элла Джолсона и были поражены тем, что кино способно передавать звук. Что символично, 11 августа 1926 года Кодек официально начала работу над ещё одной технологией, которая устроила революцию в киноиндустрии. Она принялась создавать цветную киноплёнку. Первым цветным фильмом официально считается «Бэкки Шарф» Рубена Мамуляна, режиссёра из Армении. Его премьера состоялась в 1935-м. По крайней мере, это точно первый цветной полнометражный фильм. На самом деле попытки раскраски были ещё в XIX веке. Где-то в глубоких музейных архивах найдено доказательство того, что первая цветная съёмка на самом деле датирована 1902 годом и придумана фотографом Эдвардом Реймондом Тёрнером. Он тогда пытался отснять короткометражку про жизнь Англии начала XX века и для достижения эффекта цветности использовал при съёмке три плёнки, которые затем совмещал. Картинка, правда, получалась очень размытой и некачественной, но Тёрнер не успел довести технологию до ума, так как скончался до того, как закончил работу над короткометражкой. Ещё интересно, что в СССР первый цветной фильм появился ещё в 1925-м, за год до того, как Кодек анонсировал работу над цветной плёнкой. Это был броненосец Потёмкин. Правда, конечно, технически фильм был чёрно-белым, но в нём был очень умело раскрашен красный советский флаг, поэтому его справедливо считать первой цветной российской лентой.